После проведения священного обряда мусульмане отправляются в свои дома встречать гостей и угощать мясом жертвенного животного. В Дагестане религиозный обряд уже стал народным. В этот день открыты двери каждого дома. Как встретила долгожданный праздник одна из дагестанских семей в сюжете Умы Ибрагимовой. В этот день, день священного праздника Курбан-Байрам, разделать мясо – главная задача Магомеда Суломусаева. Ведь правильное его приготовление – залог хорошего обеда и довольства гостей. Да, это от дедушки я видел, как он делал раньше. Сверху пожарим, потом мясо отдельно. Когда топором делают, вкуснее бывает, чем машинка. Этот праздник особенный для Мусаевых. Глава семьи с самого утра хлопочет по дому, ждет гостей и даже готовит жаркое. Рассказывает, что в этот раз решил поэкспериментировать. Говорят, что мужчина вкуснее готовит. Хочу попробовать, как получится. А так я видел, как мама готовила. Хочу попробовать. В семье Мусаевых трое детей и две внучки. Поэтому, пока Магомед Раслу занимается разделыванием и жаркое мясо, женщины накрывают на стол. Но самое главное украшение дома, говорят домочадцы, это четырехлетняя Асия – самый младший член семьи. Помогала она не только по дому, но и при обряде жертвоприношения. И так держала. Так барашку держала, да? И папа порезал? На дикую члену порезал. Жалко не было тебе? Было. Я сказала, может не будем резать? А он порезал, да? Да. Гости в доме у Мусаевых не редкость. Поздравить Магомеда Расула пришел и друг семьи. Вспомнили и тех, кто в этот священный праздник находится далеко от дома. Также хочу пожелать, чтобы все, которые намерения были благие, все сделанные дуа, которые были сделаны для мусульман, которые находятся также в хадже, кто заболел, чтобы выздоровели, чтобы Аллах принял их хадж. Ну а эту оставшуюся часть мяса семья Мусаевых решила раздать соседям, близким и просто нуждающимся для того, чтобы получить двойное вознаграждение. Ума Ибрагимова, Джалла Магомедов, телеканал ННТ, Хачкала.